Ангелы на дежурстве. Благодаря опыту и высокому профессионализму этих людей на свет появились тысячи новорожденных. Спасены сотни материнских жизней. Их рабочий день это всегда повышенная боевая готовность. 5 мая акушеры отметили свой профессиональный праздник, но не с бокалом шампанского, а как всегда на ногах в родильных залах и операционных. Обыкновенное чудо в нашем следующем сюжете. Эксклюзивные кадры. Свой профессиональный праздник акушеры первого родильного дома встречают, как и положено, на рабочем месте. Шутят. Сегодня действительно удивительный день. Особо урожайный. Только начало рабочего дня, а на свет появилось уже 7 малышей. Дежурство длится 24 часа. Бывает такое, что нет возможности сделать глоток воды. Помогать женщине получить такое счастье в жизни – это самое, по-моему, престижное и самое-самое-самое. Ольга Кулатова рассказывает, что как только начала работать акушером, вела счет каждого принятого ею новорожденного. Потом сбилась. Но до сих пор не перестает удивляться чуду рождения человека. Сколько беременных женщин. А каждый случай уникален по-своему. Каждый рожденный ребенок – как свой, собственный. Каждые роды ты переживаешь совершенно по-своему, совершенно по-другому. И вот с каждой женщиной ты переживаешь это все заново. Каждый раз эта эмоция новая. Это нет такого, что ты уже ничего не чувствуешь со временем. Хорошо, когда все проходит гладко. Но бывают и тяжелые случаи. Решение приходится принимать молниеносно. Иногда женщина сильно боится. Это мешает и ей, и малышу. Тогда главная задача акушера – успокоить. А тут без психологических приемов не обойтись. Первое – это контакт. И ты с женщиной психологически должна к ней подстроиться. Вот найти ее вот этот вот психологический немножко вот ее характер. Женщины все немножко боятся, переживают, естественно. И смотрят на тебя так вот перепуганно. Что ты вообще хочешь от нее? Татьяна Кучеренко за свою 25-летнюю акушерскую карьеру приняла сотни детей. Говорит, каких только чудес не было за ее практику. Бывало и такое, что по всем прогнозам беременная ждет одного ребенка, а рождается, на удивление, всем двое. Это еще давно было. Вот я только начинала работать. УЗИ-исследование только начинала, да, вот набирала свои обороты. И была такая ситуация, да, когда плод лежал за плодом. И ждали крупного ребеночка. Родилось двое, да. И женщина позвонила мужу, попросила его, если он не сидит, то сесть. Татьяна делится. Принимая очередного малыша, всегда накатывают слезы радости. Ведь ей посчастливилось стать соучастником великого таинства. И их профессия – это своего рода посредничество между Богом и человеком. Бывает так, что с роженицами плачем от счастья и радуемся. Все бывает. Мы проживаем вместе с ними в каждый момент родов. Мы берем на себя их боль, их страдания, да, поэтому мы принимаем участие в этом. Нас с оператором приглашают в операционную. Будущую маму хотят родоразрешать путем кесарево-сечения. В некоторых случаях это единственный способ избежать негативных последствий для жизни матери и ребенка. Специалисты готовятся к операции. Подготовка к ней отличается в зависимости от того, плановая, кесаревая или экстренная. В нашем случае все идет по плану. Разрез брюшной полости, затем матки, вскрывается плодный пузырь. 3-5 минут и маленькая девочка сделала свой первый вздох. Легкий марафет. И вот маленькое чудо уже на руках у акушера Ирины. Сегодня у нее непростой день. Операция – это всегда волнительный процесс, хоть и проходят они каждый день и слажено все до автоматизма. Ира, вот, ну, сегодня тяжелый день. Ну, как сказать, немного есть тяжелый, да. Мальчика сегодня больше. О своей профессии Ирина отзывается очень тепло, хотя изначально с медициной свою жизнь связывать не планировала. Так сошлись звезды. Да и мама настояла. Мама предложила мне поступать в медучилище. Я согласилась, так как я вообще не имела понятия, куда и как я хочу. Но выучилась и начала работать. И я влюбилась в эту профессию, я влюбилась в эту работу, я влюбилась в этот родильный дом. Каждая из наших героинь твердо уверена, что если бы довелось прожить жизнь заново, то они бы, не задумываясь, выбрали эту же профессию. Это абсолютно понятно, ведь пока светит солнце и вертится земной шар, для ангелов на земле всегда найдется работа. Елена Крылатова, Игорь Казанджи. Итоги недели. Седьмой канал.